От борьбы с коррупцией до защиты прав детей. Правоохранители обсудили итоги работы за прошлый год и возможности взаимодействия, в том числе с местной властью. Мониторинг проверки, успехи в работе и проблемные моменты – всё это в своих докладах отразили собравшиеся на Координационном совете в прокуратуре. Тогда, в настоящее время, не завершено строительство крытого катка с искусственным льдом, а также ФАПа в деревне Салтыки. Здесь нам необходимо принять все усилия с целью исключения подобных ситуаций в текущем году. Один из приоритетных и краеугольных вопросов – сфера жилищно-коммунального хозяйства. От высоких тарифов до долгов за ЖКХ. Что-то удалось решить, а что-то по-прежнему в фокусе внимания. Высокий уровень износа жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, недостатки в управлении выводят на первый план вопросы надзора за качеством оказания коммунальных услуг. Требует постоянного дальнейшего нашего внимания вопросы достаточности на котельных запасах привозных видов топлива, угля и мазута. Поставки этих видов топлива по различным причинам могут быть нестабильны. Не менее значимой остается работа по понуждению участников рынка коммунальных услуг к погашению накопившейся задолженности. В 2022 году допущен рост долгов коммунальных организаций. Мы пятый год подряд в этой сложной ситуации, когда органы местного самоуправления, как учредители муниципального предприятия, делают все, чтобы обеспечить население качественной услугой. Да, у нас очень высокие тарифы, но проверки ежегодные с 2018 года, от 15 до 22 проверок в год надзорных органов АБЭП регионального уровня, в том числе, следственное дело и так далее, показывают и доказывают, что здесь несовершенство регионального и федерального законодательства. Говорили о правонарушениях в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, здравоохранении, бизнесе. В поле зрения – бытовая преступность, незаконный оборот наркотиков, рецидив преступлений. За прошлый год выросла преступность среди несовершеннолетних с 18 случаев в 2021 году до 28 в 2022. Что касается преступности несовершеннолетних, ну, действительно, да, в районе и в городе серьезный рост. Совершенно правильно оценены текущие, может быть, так, причины. Это там есть у вас два человека, которые дали основной рост. Но по опыту других районов я могу вам сказать, что, как правило, вот эти всплески подростковой преступности, они имеют очень отложенный характер. То есть следствие мы имеем сейчас, а причина, как правило, кроется гораздо ранее, в лет 5-6, а то и 10 назад. Как правило, на стадии воспитания детей на уровне 1-го, 2-го, 3-го классов, когда им объясняют простые вещи, либо не объясняют, что такое мое, что такое чужое. Поэтому у меня просьба, может быть, в решении указать, либо в ином формате отработать, все-таки покрываются ли учебными заведениями. Вот именно это, казалось бы, простая тематика учебных мероприятий. Координационный совет – это не монологи выступающих, а скорее диалог нескольких структур. Поэтому не только зачитывали доклады, но и вносили предложения. Необходимо, в первую очередь, продолжить осуществление по профилактике хищений, совершаемых дистанционным способом, так называемой АТТ, используя все формы и методы профилактики, продолжить работу, целенаправленную работу по профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, продолжить работу в целях снижения показателей аварийности на дорогах. Особое внимание дистанционным мошенничествам, которые по статистике занимают львиную долю всех преступлений. Большая часть людей, которые становятся жертвами таких преступлений, это люди духовного возраста, престарелых, которые большую часть времени проводят в этих социальных сетях, в основном одноклассники. И было такое предложение относительно того, чтобы органы местного управления использовали данные ресурсы для того, чтобы работать с этой категорией граждан, размещать информацию относительно способов совершения дистанционного мошенничества, и противодействия. В Кирове активно используется система ТОСов. У вас есть ТОСы в районе? У каждого ТОСа есть, у вас тоже наверняка есть, сайт ВКонтакте, там уже распространяют среди подписчиков по домам, агитируют за подписание к этим, увеличивают масштаб вовлеченности людей именно в эту форму информирования. То есть это определённый эффект всё-таки есть. Мы хоть, ну действительно уровень регистрации этих преступлений высок, но уже есть определённая тенденция к их снижению. В нашем городе группы в социальных сетях, жителей многоквартирных домов или чаты пока скорее редкость. Впрочем, не факт, что ситуация не изменится в скором времени. Слово на заседании дали и представителям местной власти. Мне хотелось бы в очередной раз высказать просьбу, когда вносятся представления, исковые заявления со стороны органов прокуратуры, учитывать возможности муниципальных бюджетов. Я приведу только один пример. У нас было исковое заявление прокуратуры не в прошлом году, в позапрошлом, наверное, о том, чтобы мы поставили на кадастровый учёт городские леса. Поверьте, мы полгода искали, где в городе городские леса. Мы нашли 4 гектара, не Росреестр, не Министерство лесного хозяйства по своим картам, но не могут нам показать, где у нас в городе леса. То ли это Заречный парк, то ли это городской парк. Но решение-то суда есть, исполнять надо. Теперь мы должны для этих 4 гектаров создать лесничество. Это значит штат, это значит зарплата. Нам нужен таксатор, который будет все эти деревья на 4 гектара квалифицировать. Это высококлассный специалист, который за среднюю зарплату муниципального служащего 25 тысяч рублей не пойдёт работать. Бюджетные деньги тратятся, когда они нужны в более, скажем, важном направлении. 4 гектара леса, причём они не в одном месте, мы, наверное, без лесничества обошлись бы. Поэтому у меня большая просьба соотносить какие-то эти представления, иски с возможностями бюджета. Власти Слободского района кратко отчитались о своей работе в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. На территории района действует специальная программа. Более 400 тысяч рублей в прошлом году было выделено на её мероприятие. 240 тысяч было направлено на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. 150-2600 было направлено на организацию отдыха подростков в летний период. И 20 тысяч рублей впервые были выделены денежные средства на мероприятия по противодействию экстремизму в Слободском районе. Сошлись, как всегда, на том, что только общими усилиями можно решать вопросы правопорядка. Так что дальнейшее взаимодействие правоохранительных органов и органов местного самоуправления продолжится. Редактор субтитров А.Семкин